Конечно, меня удивляет в последнее время работа администрации президента, пресс-секретаря. Да, думаю, Наталья Ивановна могла бы на это попристальнее посмотреть. Мы все интернет, интернет. Посмотрите на бумажные СМИ. Вот я сегодня взял все газеты, посмотрел на так называемую комсомольскую правду Беларуси. Уже скоро в желтизну превратится. Видите ли, руководитель их, сидя в Москве, не то в Кремле, выступил с заявлением. И началась тенденциозная подача информации. Пускай поедут в поле, где сегодня идет действительно сражение, борьба за урожай. Небывалый урожай на полях сегодня стоит. Снимите, расскажите, сфотографируйте комбайнера-тысячника. Расскажите об этих простых людях, работягах, которые кормят страну. Все же завтра побегут в магазин эти писаки, чтобы купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям. Слушайте, мы хозяева в этой стране, но выполняйте свои обязанности. Не можете, скажите, что вы не можете. Будут другие этим заниматься. Да и в правительстве у нас, в Министерстве иностранных дел. Все сидят, ждут команды президента. Что это за отношения к стране? BBC, свобода, свободная Европа и так далее. Стримы эти. Я уже не говорю о тенденциозе. Они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь. Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Вытворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на Майданы. Повторять больше не буду, несмотря на то, что мы вошли в этот сложный электоральный период. Это же не дело оскорбления за оскорблением. Ну ладно, меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились ни в чем не повинных председателей участковых комиссий. А у них же семьи, дети. Продолжение следует...